Привет, друзья! Сегодня у нас краткий, но довольно-таки ресурсоемкий обзор смартфон Cubot ID206. Сразу же говорю, название действительно нестандартное, не понимаю, что такое длинное и непонятное, но да ладно. Коробка. Коробка нестандартная, такого дизайна я еще не встречал. Смотрится прикольно, на подарок сойдет, да и вообще в целом не стыдно вот так вот шкафчик себе поставить. Ладно, это все ерунда. Сами, ой, сами часики. Сами часики у нас черного цвета, есть еще они розового цвета. Вот такие вот часы. На распаковке, если вы, кстати, не смотрели, то она на втором канале, конечно же. Там у меня распаковки. Так вот, в распаковке я говорил, что эти часы крутые за счет того, что здесь большой дисплей. Ну, я как большой. 1,7 дюймов. То есть, есть смарт-часы, где 1,3 дюйма, 1,28 там, 1,55. Здесь 1,7 дюймов. Вот у меня есть C5, Cubot. Вот у них точно такой же дисплей. Они, кстати, очень-очень похожи, только здесь закругленные края, а здесь такие более все ровненькие такой, особенно вот эта вот грань. Часы действительно удобные, скажу я вам, за счет того, что здесь широкий ремешок. Да и, в принципе, работают они абсолютно адекватно. И по технических характеристиках. Помимо того, что здесь есть все режимы, как у обычных часов, то есть измерение пульса, измерение количества воздуха в крови, здесь еще есть измеритель стресса. Не знаю, как это работает, на чем оно основывается. Наверное, и на пульсе, и на еще каких-то там делах. Ну, короче, стресс у меня больше 60 из 100 не получается сделать, поэтому я, в принципе, не стрессую. Получается, да? Но работает оно, конечно, непонятно как, потому что стрессовал я в это время очень даже неплохо. Итак, сверху у нас уведомления, снизу у нас быстрые настройки. Что удобно, так это регулировка яркости. Она здесь очень удобная, очень интуитивно понятная. Вот вы выставили максималку, есть. Если у вас смартфон подключен, а он по-любому у вас должен быть подключен к часам для нормальной функциональности, есть функция найти телефон. Нажимаете, и издается у нас из динамика такая же мелодия, какая стоит у вас на звонке. Тоже очень удобно. Здесь у нас есть режим, можно включить или выключить, чтобы экран у нас загорался, когда вы поднимаете руку, чтобы посмотреть время. Тоже очень хорошо. Ну, а из менюшки главной у нас есть тоже очень много режимов. Именно вот такой циферблат, кстати, мне нравится больше всего, потому что его реально видно в любом, в любое время суток, скажем так, на любом расстоянии. Просто большущие цифры. Менюшка. Более чем стандартно, но настроек здесь чуть-чуть больше, чем у всех похожих часов. Здесь можно выключить прямо отсюда, а не с телефона, функцию... Ой, опять-таки, чтобы экран у нас загорался при подъеме. Можно поставить режим не беспокоить. И здесь же можно выбрать различные циферблаты. Вот такой вот циферблат я ставил. То есть здесь есть функция, которая позволяет нам ставить абсолютно любую картинку на наш рабочий стол. Ну и стандартные часики, они вот такие. Но помимо этих часов стандартных, у нас здесь еще и приложение есть. Приложение называется VeryFit. Его можно скачать либо по QR-коду, который на коробочке, либо просто в Play Market зашли, или на iPhone, что там у нас, App Store. Зашли и скачали. Приложение выглядит вот таким вот образом. Здесь есть тренировка, устройство. Но больше всего, что мне нравится, это то, что здесь куча просто циферблатов. Куча. Заходим в магазин циферблатов и видим, что здесь есть очень-очень много всего. Здесь можно заходить вот в эти вот подкатегории. И по каждой подкатегории здесь куча вариантов различных циферблатов. Например, зайдем в циферблаты Custom. Заходим сюда. Их только два. Есть аналоговый, кстати, реально неплохой. Чтобы его установить, мы заходим в него, выбираем вариант, стиль. Вот написано стиль. То есть у каждых часов еще свой стиль есть. Вот такая вот штука. Выбираем цвет. То есть, видите, мы можем реально здесь много чего поменять. Нажимаем добавить и установить. И вот у нас пошла установка. На данный момент с помощью коннекта по Bluetooth все это передается на наш смарт-браслет или смарт-часы. Каждый называет по-разному. Но по сути это смарт-часы, потому что форм-фактор все-таки часов. И вот когда установка у нас завершена, все, видите, вот такая вот штука. И все, у нас вот такой вот загруженный нами циферблат. Согласитесь, прикольно. И за счет того, что экран большой, смотрится реально очень здорово. Максимальная яркость у этих часов мне более чем нравится, потому что есть часы, например, кьюботовские тоже, W03, у которых максималка раза в два хуже. То есть их вообще на солнце не видно. С этими же на солнце гоняешь без проблем, все нормально. Итак, будильник, секундомер, таймер, все это есть, все удобно. Например, здесь можно даже сделать секундомер по кругу. То есть не просто паузу нажать, а нажать вот следующее измерение. Хоп, первое зафиксировалось, пошло второе. Потом следующий круг, например, в этом бежите или что. И все это можно посмотреть потом на вашем смартфоне. То есть реально удобно. Далее, что у нас есть из интересного. Управление музыкой. Ну, естественно, нажимаете play, музыка на телефоне играет. Но в любом случае у вас должно быть запущено приложение. То есть какой-то плеер установлен, чтобы это работало. Ну и также можно регулировать звук на самом смартфоне. То есть тоже удобная штука. Погода, сон, тренировка дыхания. Вот эта штука мне не особо понятна. Вы нажимаете, просто у нас идет вдох-выдох. Оно вам показывает, когда вдыхать, когда выдыхать. Ну, то есть штука, по сути, более-менее бесполезна, как по мне, выйти. Это так, чтобы было, как говорится. Вот у нас измерение стресса. У меня было минимальный 49, максимальный 60, как я вам и говорил. Уровень кислорода в крови. Тоже такая вот штука, которая должна показывать от 95, по-моему, или от 97%. Это значит, что у вас все нормально. А у меня показывало, видите, 99 практически постоянно. Посмотрим сейчас, сколько оно покажет. Ну, 97. Вот такая вот штука. Ну и, конечно же, пульсометр. Традиционный. То, что изначально было на всех смартфонах и браслетах. Тоже измерение пульса. Вот вы тоже видите, минимальное и максимальное значение. То, что я себе намерил. Также у нас здесь есть уже Alexa. Такая штука же у меня есть на телевизоре, на моем Филипсе. Но я ее что-то не использую, потому что мне вот эти голосовые помощники все особо доверия не внушают. Поэтому, кому нравится, Alexa здесь есть. Ну и тренировка. Здесь есть куча различных режимов. Я их никогда не использую, потому что я просто, если занимаюсь, я просто беру и занимаюсь. Мне, например, эти режимы все не особо интересны. Но кому-то это реально может и пригодиться, я думаю. Итак, аккумулятор здесь на 300 мАч. И если говорить про Cubot модели N1, которые у меня недавно тоже на канале были. Вот у них 450 мАч. Это вообще самый большой аккумулятор из всех смарт-часов, которые я, в принципе, видел. Его хватает там за две недели, даже больше. Я не помню сколько. Этих должно хватать дней на 12 вам точно. Я, конечно же, так долго еще их не юзал, но пока что батарейку я еще полностью не заряжал. Работают они реально хорошо. Больше всего мне нравится то, что сидят они на мне нормально. Вот это первые смарт-часы. Нет, Cubot N1 были первые. Ну, а эти вторые часы, которые мне реально нравятся. То, как они сидят на руке. И с ними мне реально комфортно. Одеваете, хоп-хоп. Все, часы на руке. Вот они как смотрятся. Обычные черные классические часы. Ну, не знаю, для мужчин, мне кажется, это вот прям идеально будет. Друзья, это Cubot ID206. Большой циферблат, неплохой аккумулятор и куча режимов, включая измеритель стресса. Яркий дисплей, доступная цена. Кстати, купить можно, конечно же, по ссылке в описании на официальном магазине Алиэкспресс компании Cubot. Пишите, как вам эти смарт-часики, понравились или не понравились. Походу, в ближайшее время смарт-часовы делать обзоров не буду, потому что мне, в принципе, не особо интересна эта тема. Да и вам по просмотрах это не особо заходит. Поэтому только смартфоны и, естественно, наушники. Подписывайтесь, друзья, на канал. Впереди много интересного. Пока.